Она называется Ируканджи, по сравнению с болью, которую причиняет она, атака морской осы, детской шалости. В 2001 году из-за Ируканджи этот пляж закрыли на целых 6 недель. Около 4 недель мы противостояли невероятному давлению. Нас настойчиво просили открыть побережье. Мы дали добро, и уже через 5 минут кого-то ужалила медуза. 5 минут буквально первого вошедшего в воду человека. То есть и сейчас эта угроза реально существует? Безусловно. Конечно, мы стали точнее предсказывать время ее появления. Но есть дни, когда медузы просто несут настоящую, реальную опасность. И с этим необходимо считаться. Давайте пойдем в воду и посмотрим. Вы как хотите, а я надену гидрокостюм, ботинки и перчатки. Медуза жалила меня 11 раз, и я не горю желанием снова попасть в больницу. И вам рекомендую тоже надеть защитное снаряжение. Спешить некуда, но если вы готовы. Так, одна нога. Не люблю делать глупые замечания, но вы надели костюм задом наперед. Нет. Хорошо, начнем заново. Пока вы оденетесь, все медузы уплывут. Так, вдохни. Все в порядке. Смотри. Все же просто. Сейчас ядовитые медузы наиболее активны. Этот период продолжается с ноября по май. В это время медуз и руканджи можно найти в больших количествах недалеко от берега. Мы используем мелкие сети, потому что этих медуз почти невозможно заметить. Они в ширину всего около 25 миллиметров и почти полностью прозрачны. Это похоже на то, что иногда появляется из носа, когда вы плаваете. Если это крошечное существо ужалит вас, сначала вы не почувствуете особой боли, но потом, спустя минут 20, вся ваша жизнь пронесется перед глазами. Это будет самая сильная боль в мире. Если представить, что 0 – это не больно, а 10 – невероятно больно, то я поставлю баллов 14-15. Мне не привыкать к боли, но я бы лучше еще разок встретился с морской осой. Вы будете страдать от непрекращающейся рвоты, желудочных спазмов, тошноты, сильнейших болей в пояснице. Это адские муки. Все эти симптомы получили название синдрома Ируканджи в честь австралийского племени. Но многие годы никто не мог понять, что за таинственное существо причиняет людям такие страдания. Лишь в 1964 году доктор Джек Барнс выяснил, что причиной страданий являются крошечные медузы. Именно на этом самом пляже, практически здесь, где мы сейчас стоим, Джек Барнс зашел в воду, поймал одну медузу, растер ее у себя на руке, на руке спасателя и на руке своего сына. Проходит 20 минут и бах! У всех троих синдром Ируканджи. Это были первые данные о том, что именно эти медузы являются причиной возникновения синдрома. Все ради науки. Хочешь попробовать? Нет. Одного опыта с медузами достаточно, спасибо. Забирай сеть и пойдем отсюда. Хорошо, договорились. Из-за этих медуз стоит забыть о желании искупаться. Но в Квинсленде порой смертельно опасно даже ходить по воде вдоль берега. Рыба, которая здесь обитает, может пронзить ваше тело ядовитыми шипами. Это вызовет временный паралич, так что можно утонуть и на глубине полуметра. Давай сюда, малыш, давай. Я должен быть очень внимательным, потому что это бородавчатка. Она известна не только своим ужасным видом. Это самая ядовитая рыба в мире. Ее яда достаточно, чтобы убить сотню человек. Но пока я держу ее снизу, она не должна причинить мне никакого вреда. Люди страдают от этой рыбы, потому что она так превосходно маскируется. Я мог гулять вдоль края этого рифа и даже не заметить ее. И если я наступлю на нее, даже эти специальные ботинки не защитят меня. Только взгляните. На спине этой рыбы до 13 шипов, которые выпускают смертоносный яд. Сначала вас пронзает невыносимая боль. Через колотые раны яд попадет глубоко в ваше тело. Это может привести к остановке сердца и дыхания, что в свою очередь приведет к смерти. Конечно, лучше всего смотреть в оба и постараться не наступать на этих рыб. Теперь я верну эту красавицу обратно на риф. И возьму маску и трубку. Посмотрите, похоже на алую подушечку для булавок. Это морская звезда, терновый венец. Очень интересный персонаж. Эти колючки кажутся невероятно острыми. Так оно и есть. На кончике каждой из них трехгранное острие, а в основании колючек – ядовитые железы. Если вы наступите на такую звезду, будет очень больно. Сначала место укола покраснеет и опухнет. Но если она вонзит вас, скажем, 10 колючек, вы будете страдать от рвоты. Колючка, оставшаяся в теле, может привести к возникновению заражения крови, и, возможно, вам понадобится помощь хирурга, чтобы удалить ее. С помощью своих присосок она сейчас ползет вверх по моей руке. Думаю, пора вернуть ее на место. Давай, спускайся сюда. Терновый венец может вывести вас из строя на пару часов. Но здесь водится...